Это что такое? Что это было? Кто сошел с ума? Я или этот мир? Мы сегодня с вами будем говорить о том, как лечиться без таблеток. Вот, скажем, у меня болит сустав. Действительно так. Это мои спортивные травмы, связанные с марафонами, с бегом по горам, с подъемами. С этими нечеловеческими. И был довольно длинный период моей жизни, когда я пил разные препараты, пробовал одно, второе, третье. Но так уж получается, что я как врач понимаю, что это в какой-то степени, если не путь в никуда, в моем случае, то появляются побочные эффекты, которые я начал на себя ощущать, и возникает вопрос, а что делать? Есть ли что-то, что может мне помочь без применения, как мы говорим, немедикаментозных методов лечения? Да, такое есть. И что можно делать в том случае, если мы говорим о людях, у которых болят суставы? Есть очень хорошие методики лечебной физкультуры, которые помогают прекрасно, но с единственным замечанием. Делать это надо на регулярной основе. Эти упражнения я покажу в следующем ролике, поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить самое важное. А теперь мы продолжим. Что же такое, как говорят в таких случаях, немедикаментозные методы лечения? И что туда посерьезно можно отнести? Медитация, йога, физические упражнения, виртуальная реальность и многое другое. Мы об этом будем говорить в нашей новой рубрике. И я сейчас фактически только приоткрою, что называется, завесу в этом вопросе. Представьте себе, что оказывается, медитативные техники позволяют человеку снизить, изменить порог своих ощущений, то есть уменьшить интенсивность боли. Медитация помогает и улучшить память, внимание. Это все верно, но почему это происходит? Потому что меняется структура мозга. На эту тему есть очень много исследований. И в Массачусетском университете есть даже отдельный центр осознанности, который занимается проблемами и изучением, влиянием медитации на человека, на головной мозг, и на разные аспекты, и на разные заболевания в том числе. Виртуальная реальность. Так вот оказалось, что компьютерные игры помогают в лечении или в реабилитации многих, в том числе неврологических недугов. Есть исследования, которые говорят о том, что простые компьютерные игры помогают реабилитации людей после инсульта. Наши исследования показали, я и говорю о наших собственных разработках, показали, что когда человек одевает очки VR виртуальной реальности, то уходит такая серьезная проблема, возникающая при боли в спине, как кинезиофобия. То есть человек опасается двигаться, поворачивать шею, наклоняться. И в какой степени это оправдано. Действительно, лишние движения у него заболело. Но вся штука в том, что бывают моменты, когда боль уже ушла. Это знаете, как вот кинул камушек в воду, камень уже утонул, а круги остались. Вот эти круги остаются. Остается боязнь движений. И с помощью VR, виртуальной реальности, специально подобранных программ, мы можем сделать так, что человек перестает бояться движений, уходит тревога, улучшается сон, снижается уровень стресса. Йога, пилатес, правильно подобранные физические упражнения. Если вы выполняете определенный комплекс физических упражнений, изменяется уровень цитокинов в вашей крови. В этой ситуации ваша мышечная система, которая активно работает, приобретает свойства своеобразного лекарства. Вот ведь какая штука. Движение жизни – это не слово, вот расхожая фраза, это реальные действия, которые позволяют вам, в том числе, избавиться от боли, улучшить вашу память. И вот я очень часто слышу от своих пациентов, когда они говорят, вот попробовал йогу, мне стало плохо, появилась боль, дискомфорт, я это дело бросил. Почему это происходит? Да дело в том, что все, любое действие должно выполняться постепенно. Если вы сразу войдете в сложную асану, то и это вызовет у вас болевые ощущения, то вы, конечно, бросите заниматься ею, но если вы постепенно будете добавлять одно упражнение, другое, третье, и в этом случае, конечно, вы будете плавно достигать успеха. Чуть увеличили амплитуду, чуть дольше задержались в одном положении, и вы чувствуете, что вы приобретаете легкость и спокойствие. Так вот, почему йога? Здесь очень есть четкая комбинация комбинация важнейших факторов. Осознанность. Это дыхательные практики и, конечно, сами, собственно, физические упражнения или позы. Могу сказать, что есть разные ответвления в йоге. Хатха-йога, кундалини-йога. И вот на этом простом примере я сейчас объясню. В кундалини-йога очень много внимания уделяется дыхательным практикам. И именно поэтому человек быстрее достигает успеха, используя эти практики, чем при выполнении асан и рекомендаций из хатха-йоги. Но и тот, и другой путь абсолютно правильный. Учитывая, что многие смотрят наши выпуски вечером, после работы, могу сказать, что это помогает и улучшать ваш сон. Вот мне задают часто этот вопрос. А доктор, а что сделать, чтобы мой сон был хороший, крепкий, замечательный? И опять повторюсь, что на эту тему есть много у нас на YouTube-канале. Но вот такие умиротворяющие, гармоничные процедуры, как выполнение мягких практик из йоги или пилатес, ни в коем случае не кроссфит, ни стремительный спринт, спокойные, гармоничные техники позволят вам очень мягко уйти в сон. Дорогие друзья, наверное, вам показалось, что я говорил много и о разном, но все это, еще раз, входит в ту самую программу, в комплекс лечения без таблеток. Без шаманских бубнов, без кровопускания, без потребления странных и неведомых БАДов. Но все это, о чем мы сейчас говорили, имеет научную основу. Давайте мы будем говорить на эту тему. Мы в каждом ролике будем раскрывать эти проблемы и останавливаться особо на каждом из аспектов. Будьте, пожалуйста, внимательны к нашим новостям, следите, о чем мы говорим на YouTube-канале. Оставайтесь здоровы. Всего вам наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok